Телеканал ЗАПТВ уже рассказывал, как многотонный транспорт и нелегальные торговцы отравляют жизни бизнесменам в торговой зоне на улице Лазо. Единственная дорога к оптовым базам мало того, что превратилась в решето, так еще и постоянно занята фурами, с которых ведется незаконная торговля. Предприниматели, уставшие от бесконечного хаоса, пригласили на место своих страданий представителей администрации. Однако их приезд не принес никакой пользы. Чиновники, оказывается, не увидели торгующих перед их носом грузовых автомобилей. Сейчас мы же большую территорию баз прошли. Машин, реализующих товар, не выявлено. Посмотрите вот сейчас прям. И вы говорите, что здесь ничего не происходит, здесь все без всяких правонарушений. Ну вы же видите сейчас сами представители власти местного самоуправления. Посмотрите. Сегодня на еженедельной планерке в администрации Чты Ольга Овдина, начальник управления потребительского рынка, о рейде едва обмолвилась. Были с журналистами на Лазо и все. Такой отчет, безусловно, пришелся бы по душе нелегальным торговцам, но только не Константину Суздальницкому. Он сегодня в администрации за главного. Елена Петровна, был еще репортаж по торговым базам Лазо на ЗАП-ТВ. Мы в субботу до обеда туда выехали. Ну не с проверкой, а просто посмотреть, что там происходит. Ну там действительно надо меры принимать. Там в части движения автомобильного транспорта хаос полнейший. Люди перебегают дорогу прямо перед капотами этих большегрузных машин. С фур действительно, вот я стоял, смотрел, действительно продают арбузы, там что-то еще такое. Прямо с фур. Встают на проезжей части, ее частично занимают, открывают ТЭН и продают. Поэтому там надо, я не знаю, какие-то спецоперации проводить, что ли. Ну нельзя на проезжей, тем более, части продавать, перекрывая движение остальным участникам. Представитель ГАИ, который указал, что там всего только два знака, в принципе, сильного нарушения-то и нет. Ну выходить будем, проводить работу. Тут видите, мы выходим, если только с полиции и продажи тоже доказать сложно. Доказать сложно, тогда какой смысл искать. Комфортная позиция, не правда ли? Обсуждали не только базы на ЛАЗО. Туго приходится подрядчику, который прокладывает асфальт на улице Народной. Дорожники практически уперлись в незаконные ракушки, которые стоят в полосе строительства. Почему-то раньше их демонтировать никто не мог. Подрядчик до них уже дошел с земляным полотном и, по сути, остановился. Он просто уперся в эти пирожи. Надо их там срочно убирать. Решение многолетней проблемы отопления в Антипихе, кажется, выходит на финишную прямую. Администрация Читы подготовит вопрос о приобретении котельной в собственность города и выйдет с инициативой в городскую думу. Впрочем, это лишь один из вариантов о том, какая судьба ждет котельную силикатного завода, и жителей Антипихи станет известно уже совсем скоро. Зима близко, любое промедление грозит режим МЧС. Гулял Хасова, Николай Шумков, ЗАПТВ.